Общее сведение. Галактофорит, интраканаликулярный или интродуктальный мастит встречается преимущественно у пациенток в возрасте до 45-47 лет. Его клинические проявления отличаются в зависимости от принадлежности больной к определенной возрастной группе. У женщин от 18 до 35 лет преобладает лактационный и постлактационный вариант воспаления протока в груди с более острой симптоматикой. Пациентки в возрасте старше 35 лет чаще страдают затяжным нелактационным галактофоритом, возникшим на фоне сицернации грудной железы. В таких случаях ведущей причиной заболевания становится секреторная мастопатия, которая выявляется у 30-40% женщин с воспалительным процессом в молочных протоках. Галактофорит. Причины галактофорита. Интродуктальное воспаление грудных желез в большинстве случаев вызвано размножением патогенной микрофлоры в просвете млечных протоков и окружающих соединительной ткани. Основными возбудителями заболеваний являются микроорганизмы из группы эстафилококков. Реже из-за чага поражения высеивают стриптококков, кишечную палочку, протеи, грибы, бактероиды. Асептические варианты галактофорита наблюдаются крайне редко. Воспалительный процесс в протоках молочной железы обычно развивается при сочетании нескольких предпосылок наличия в просвете секрета. Нарушение его оттока и обсеменение тканей патологической флорой. Предрасполагающими факторами заболеваний является лактостаз. Молоко, застоявшееся в млечных протоках лактирующей женщины, является благоприятной питательной средой для развития золотистого стафилокока и других микроорганизмов. Сопутствующие метаболические нарушения запускают механизмы местного воспаления тканей. Галактофорит при лактостазе обычно быстро переходит в другие формы лактационного мастита. Сицернирующее молочное железо. Микроорганизмы могут размножаться не только в грудном молоке, но и в других видах секрета. Продукции скопления серозной жидкости и молозивоподобных выделений наблюдаются при гиперпролакциями, секреторной мастопатии, внутрипротоковых, пепеломах, злокачественных новообразованиях груди, приеме оральных контрацептивов, удлинении или сдавливании млечных протоков. Вероятность застоя секрета грудных желез повышается у женщин с аномально длинными или извитыми протоками. Причинами нарушения оттока выделений также может стать передавливание млечных ходов объемными новообразованиями, кистами, фиброиденомами, узлами при фиброзной узловой мастопатии и другими неоплазиями. Хронические воспалительные заболевания. При нелактационных формах галактофорита патологические микроорганизмы поступают в ткани молочной железы, гематогенном или лимфогенном, путем из очагов острой или хронической инфекции. У пациенток с антродуктальным маститом часто выявляют угревую сыпь, болезни лорорганов, мочи половой сферы, желудочно-кишечного тракта и тому подобное снижение иммунитета. К возникновению затяжного утечения у воспалительных реакций более склонны больные с иммунодефицитными состояниями. Ухудшение защитных реакций организма наблюдается при хроническом переутомлении, стрессах, длительных соматических заболеваниях, приеме эммуносупрессорных препаратов и радиационных воздействиях, бактериальное загрязнение окружающей среды. Источником заражения являются бессимптомные носители так называемых госпитальных инфекций, от которых возбудители через предметы окружающей обстановки, белье, медицинские инструменты и инвентарь попадают в организм женщины. Особенно значимую роль этот фактор играет в развитии лактационных галактофоритов. Патогенез застой молока и патологического секрета молочных желез провоцирует развитие асептической воспалительной реакции. В зоне поражения отмечается повышенная проницаемость сосудов, признаки метаболического ацидоза, скопления вне клеточной жидкости. При нелактационном галактофорите ситуация усугубляется прогрессирующим склерозированием и гиолинизацией соединительной ткани пораженных участков. Происходит сдавливание и деформация железистых долек, что приводит к усилению застойных явлений и формированию кист. Микробное загрязнение тканей сопровождается нарастанием процессов альтерации вследствие воздействия бактериальных токсинов, дискомацией. Протокового эпителия, дальнейшим повышением проницаемости стенок молочных ходов и распространением инфекционного процесса на передуктальную клетчатку. Классификация при систематизации клинических форм галактофориты учитывают непосредственные факторы, которые спровоцировали возникновение интродуктального мастита, скорость развития и выраженность патологической симптоматики. Для выбора оптимальной врачебной тактики специалисты в сфере маммологии выделяют следующие варианты интраканаликулярного воспаления. Груди Лактационный галактофорит Форма заболевания, характерная для периода грудного вскармливания. Отличается более острыми клиническими проявлениями и быстрым переходом в другие варианты лактационного воспаления молочной железы. Нелактационный галактофорит Галактофорит возникает вследствие причин, не связанных с лактацией. Склонен к затяжному и хроническому течению с менее выраженной клинической симптоматикой. Зачастую воспалительный процесс не имеет тенденции к распространению. Симптомы галактофорита клинические и проявления лактационного внутри протокового мастита имеют типичную для таких воспалений симптоматику. Пациентка испытывает сильные боли в груди на стороне поражения, у нее повышается температура до плюс 38 градусов и более отмечается покраснение. Кожа над воспаленным протоком В отличие от других видов мастита при галактофорите отсутствует заметный отек и инфильтрация тканей груди. У некоторых женщин пораженный млечный ход прощупывается в виде округлого или цилиндрического резко болезненного уплотнения. По мере развития заболевания может появиться симптоматика других форм лактационного воспаления молочных желез вплоть до признаков гнойного мастита. Основной симптом нелактационного галактофорита – наличие патологических выделений из груди в сочетании с умеренно выраженной локальной болезненностью, субфибрилитетом. Выделения из пораженного протока обычно желтоватые гноевидные. У пациенток нередко наблюдается фоновая серозная, реже малозивная, отделяемая из других протоков следовая постлактационная галакторея. Вместе с тем, если воспалительный процесс осложняет течение иных заболеваний, секрет может быть коричневым при наличии кисты рака грузи или зеленоватым у больных с мастопатиями. Осложнение при несвоевременной или неадекватной терапии галактофорит может распространиться на железистую ткань и перейти в генерализованные формы воспаления груди. Распространение инфекции чаще наблюдается при лактационных вариантах интродуктального мастита. Иногда длительно протекающие галактофориты вызывают деформацию груди. Серьезным осложнением затяжных и хронических форм воспаления на фоне дисгормональных процессов является глубокая дистрофия тканей. Молочные железы и появление на этом фоне очагов атипической пролиферации. Подобное состояние повышает риск малигнизации тканей с развитием протокового рака груди. Диагностика Основной задачей диагностического этапа является ранее выявление галактофорита для предупреждения его перехода в распространенные формы воспаления и профилактики онкопатологии. Постановку диагноза усложняет отсутствие специфической симптоматики и скудность клинических проявлений при хроническом течении заболевания. В диагностическом плане наиболее информативна цитология мазка и соска. Об интродуктальном воспалении свидетельствует выявление в секрете молочной железы и макрофагов, полинуклеаров, плазматических и тучных клеток слущенного протокового эпителия. Микробиологический анализ секрета из соска. Возбудитель может определяться как при микроскопии мазка, так и в результатах его посева на питательные среды. Вокисследование позволяет определить чувствительность флоры. Дуктография По сравнению с маммографией, сонографией и контрастная галактография хорошо визуализирует патоморфологию процессов происходящих в млечном протоке и дренируемой им далее грудной железой. Для уточнения причин, которые привели к возникновению галактофрита, дополнительно назначают анализ крови на содержание половых гормонов эстрадиола, прогестерона, ФСГ, ЛГ, пролактина, УЗИ, молочных желез, маммографию в двух или трех проекциях, Цитологическое исследование биоптата Заболевание дифференцирует с другими формами лактационных и нелактационных маститов, эктазии и молочных протоков, мастопатии, внутрепротоковым папилломатозом и другими интродуктальными опухольными груди, болезнью Пиджета. В сложных диагностических случаях к постановке диагноза привлекают гинеколога, хирурга, эндокринолога, онколога, инфекциониста. Лечение галактофорита основными терапевтическими задачами при выявлении интраканаликулярного мастита является санация очага инфекций и устранение причин, спровоцировавших развитие заболевания. Рекомендовано комплексное лечение с назначением лекарственных средств в комбинации с физиотерапевтическими методами и при необходимости дренированием млечных протоков. Схема лечения включает следующие группы препаратов антибиотики. Грамотный выбор антибактериальных средств с учетом чувствительности микроорганизмов позволяет быстро подавить воспаление в пораженных млечных протоках. Противовоспалительные препараты. Назначение НПВС направлено на угнетение секреции медиаторов воспаления уменьшения болезненных ощущений. Для профилактики возможных осложнений антибиотикотерапии рекомендованы антигистаминные и противомикотические средства и убиотики. На более быстрое достижение терапевтического результата положительно влияет на значение иммунокорректоров и витаминоминеральных комплексов. При лактационном галактофорите медикаментозную терапию дополняют сцеживанием молочной железы, нормализацией режима кормления, физиотерапевтическими процедурами УФО, ультразвуком, масляно-мазевыми повязками. Поскольку хронические нелактационные формы воспаления обычно развиваются при гормональных расстройствах при наличии подобной патологии, подбирают соответствующий вариант гормонотерапии. В лечении таких пациенток эффективна лазеро- и азонотерапия. Упорные случаи течения воспалительного процесса являются основанием для использования более радикальных процедур и оперативных вмешательств. При отсутствии эффекта от комплексной медикаментозной терапии пациенткам с секреторной мастопатией выполняют лаваш протоков моделированными катетерами из хлорвинила. Протоковое русло обычно санируют раствором димексида. В случае деформирующего и неоднократно рецидивирующего галактофорита показана селективная дукталобыктомия, позволяющая предупредить деформацию молочных желез и развитие злокачественных неоплазий.